Если сегодня спросить у обычного россиянина, откуда возникла идея о триедином народе, большинство вряд ли вспомнит имена создателей этого мифа или даже период его возникновения. Однако почти каждый приведет цитаты Владимира Путина, который любит рассказывать о родственных связях русских, украинцев и белорусов, называя их ветвями одного дерева или частями большого организма. А став истинным шедевром кремлевской демагогии, выражение «мы, один народ, разделенный искусственными границами» теперь живет своей жизнью, как афоризм, который многие повторяют с таким пылом, будто бы это непоколебимая истина. И реально мы один народ, Юр. Ты единая святая Русь. На первый взгляд эта идея звучит красиво. Ведь кто может выступать против единства? Но здесь есть небольшой нюанс. Когда Путин говорит о единстве, он имеет в виду нечто совершенно иное. Ведь не может существовать настоящее братство, где один из братьев всегда с пушками и кандалами, а остальные в роли послушных младших родственников. В таких родственных отношениях всегда есть старший брат, который знает лучше, куда вам идти, что вам делать и на кого молиться. И, конечно же, он всегда готов помочь вернуться на правильный путь, даже если для этого придется бросить на братьев сотни тысяч войск и тысячи танков и ракет. Так почему же эта идея столь популярна и сегодня? Возможно, дело в том, что она создает очень удобную картину мира, где не нужно задумываться о сложных исторических реалиях. Ведь зачем разбираться в нюансах, если можно просто все свести к формуле «мы один народ», который разделили враги. И здесь не имеет значения, что украинцы и белорусы на самом деле имеют собственные истории, уходящие корнями намного глубже любых заявлений Путина. Этот миф не просто старая сказка, рассказываемая для успокоения. Он как дорожная карта для политических действий. Там, где начинается риторика о триедином народе, рано или поздно появляются геополитические претензии, аннексии и войны. Вспомните только начало агрессии против Украины в 2014 году. Тогда российские каналы кричали о братской помощи, которая должна защитить русских и вернуть украинцев в семейный круг. В результате братская рука принесла Крыму и Донбассу войну, разруху и тысячи погибших. И вот теперь возникает вопрос, если такая семья, то лучше держаться от нее подальше, не так ли? Откуда же на самом деле возник миф о триедином народе? Действительно ли он возник в глубине столетий, как пытаются убедить современные российские идеологи? Или, возможно, был создан лишь тогда, когда это стало удобно для имперских амбиций? Как эта идея трансформировалась, из политической выдумки в исторический факт? И самое главное, почему она до сих пор работает и заставляет некоторых людей верить, что агрессия – это братская помощь, а война – способ восстановить единство? Мы рассмотрим эти вопросы, чтобы разобраться, что именно скрывается за романтическими рассказами про общие корни трех братских народов. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и buy me a coffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Исторические истоки мифа. Изобретение или традиция? Миф о триединном народе часто подается как какая-то абсолютная истина, которая якобы возникла еще во времена Киевской Руси, когда все восточные славяне, как говорится, жили вместе под единым правлением киевских князей. Но было ли это на самом деле? Как бы ни старались современные российские идеологи рисовать идиллические картины прошлого, исторические источники говорят совсем другое. Тогда что же стало истинным источником этой идеи, которая сегодня имеет почти сакральный статус в российском обществе? Попробуем разобраться. Если внимательно посмотреть на средневековые летописи, то увидим, что никакого общего национального сознания у народов, населявших территории современной Украины, Белоруссии и России, просто не существовало. Так называемая Киевская Русь, которую пытаются превратить в колыбель единого народа, это, собственно, тоже современный конструкт, которого не найдешь в летописях. Понятие Киевская Русь было изобретено позже для удобства имперских историков, чтобы создать искусственное впечатление о едином государстве, где царила одна культура и один народ. На самом деле, Киевское княжество было лишь одной из многих частей тогдашней политической мозаики. Средневековая Русь была скорее конфедерацией независимых княжеств с собственными политическими интересами, которые постоянно воевали между собой. Но настоящий момент рождения мифа произошел значительно позже, в XIX веке, когда Российская империя столкнулась с новой угрозой – идеями европейского национализма. Именно тогда появилась необходимость обосновать, почему российская власть имеет право управлять территориями, где жили украинцы и белорусы. Более того, представьте себе ситуацию. Национальные движения в Европе развиваются, новые независимые государства появляются одно за другим, а Россия имеет под своей властью огромные территории, где люди начинают называть себя не русскими, а украинцами и литвинами – это исторический эндоэтноним уроженцев белорусских земель. Что же делать? И тут имперские чиновники изобретают простую, но эффективную формулу. Никто из них не является отдельным народом, все они лишь ветви большого русского дерева. Первые упоминания о триедином народе появляются именно в этот период, когда российские ученые начинают разрабатывать новую концепцию общерусской идентичности. Для этого им приходилось буквально переписывать историю, объявляя Русь первой русской державой, а всех, кто жил на ее землях – единым народом. В учебниках того времени пытались доказать, что и украинская, и белорусская идентичности – это просто результат польских интриг, западного влияния и даже заговора врагов России. Таким образом, украинцев и белорусов провозглашали не отдельными нациями, а ошибками истории, которые нужно исправить. Интересно, что именно в этот период возникают первые попытки научно доказать это единство. Например, некоторые имперские ученые утверждали, что даже языки этих народов – украинский и белорусский – являются не более чем искаженными диалектами русского языка, которые якобы потеряли свою чистоту из-за поляков или немцев. Фактически, вся эта псевдонаучная база имела одну цель – опровергнуть право украинцев и белорусов на собственную идентичность. А вместе с этим и на право на собственное государство. Ведь если вы лишь часть большого русского народа, то зачем вам отдельная страна? А теперь давайте сравним этот миф с реальными историческими фактами. Действительно ли все три народа имеют общий корень, как об этом любят говорить в Москве? И как этот нарратив трансформировался от обычной имперской байки до почти официальной идеологии современной России? Мы рассмотрим эти вопросы, чтобы увидеть, как политические потребности повлияли на трактовку истории и создали то, что мы сегодня знаем, как миф о три едином народе. Итак, мы выяснили, что идея три единого народа – это продукт имперских кабинетов 19 века, а не отзвук какого-то древнего прошлого. Но для того, чтобы миф получил вес, его авторы должны были не просто провозгласить три народа ветвями одного дерева, а подкрепить это чем-то более убедительным. И здесь на сцену выходят псевдонаучные аргументы. Якобы русские, украинцы и белорусы – это один этнос, который говорит диалектами одного языка, имеет общий генетический состав и даже похожие традиции. Получается, разделять их все равно, что разделять братьев. А разве кто-то разделит братьев? Так давайте проверим эти утверждения с помощью реальных фактов. Действительно ли между украинцами, белорусами и русскими настолько глубокая связь на уровне языка, культуры и антропологии, как об этом любят рассказывать российские мифотворцы? Или, возможно, все это единство – еще одна удобная выдумка, которую при желании можно доказать, так же, как и родственное происхождение кошки и собаки? Начнем с главного аргумента, на который любят ссылаться пропагандисты, якобы мы все являемся частями единого этноса, просто слегка измененного под влиянием исторических обстоятельств. Но действительно ли украинцы и белорусы являются лишь вариантами единого русского типа? Антропологические исследования опровергают эту тезу. Украинцы, белорусы и русские имеют значительные различия в генетических маркерах, которые свидетельствуют о разном составе основного населения этих территорий еще с древних времен. Если говорить конкретнее, белорусы имеют больше генетического родства с балтийскими народами, а украинцы с южными славянами и ираноязычными племенами сарматов, которые населяли эти земли до прихода славян. У русских же четко прослеживается смешение со значительным финским компонентом, который исторически был распространен на северо-востоке Европы. Поэтому говорить о едином этносе – это осознанная манипуляция. Языковой аспект – это вообще любимая тема для мифотворцев. Они постоянно пытаются доказать, что украинские и белорусские языки – это лишь диалекты русского. Понятно, что такие утверждения смешны для любого профессионального лингвиста. Украинские и белорусские языки сформировались как отдельные лингвистические системы задолго до того, как Московия вообще начала претендовать на наследие Руси. Письменные памятники украинского и белорусского языков имеют тысячелетнюю традицию, которая четко отделяет их от русского языка. Первые словари и грамматики украинского языка появились еще в XVII веке, а в XVIII веке белорусский язык уже активно использовался в литературе и церковных текстах. Более того, многие лексические и грамматические особенности украинского и белорусского языков значительно ближе к польскому, чешскому или словацкому языкам, чем к русскому. И это не результат западного влияния, а следствие длительного развития этих языков в общем славянском языковом окружении. Сходство между украинским и белорусским языками с одной стороны и польским с другой объясняется общим прославянским корнем, а не искусственным заимствованием, как утверждают идеологи триединства. То есть украинский язык это не искаженный русский, а отдельный национальный код, сформированный независимо от русского языка. А как насчет культуры? Пропагандисты часто любят повторять, что все три народа поют одни и те же песни, имеют одни и те же традиции и даже празднуют одни и те же праздники. Но это не более чем поверхностные наблюдения. Да, конечно, в культуре трех народов есть много общего, но разве это является доказательством единства? Даже если белорусские обряды имеют несколько схожих элементов с украинскими, это еще не делает их ветвями одного дерева. Общность культурных черт не является исключительным признаком для одного народа. Например, у многих европейских народов есть общие сказки, праздники и даже кулинарные рецепты. Но никто не говорит, например, о триедином и тало-испано-французском народе. Правда ведь? Традиции украинцев и белорусов формировались в разных политических, культурных и религиозных условиях. Украинская культура, например, сохранила больше общих черт с культурами Центральной Европы, тогда как русская формировалась под сильным влиянием Золотой Орды. Поэтому говорить о каком-то единстве на уровне традиции – это опять-таки манипуляция. Даже если украинцы, русские и белорусы поют похожие калятки, это не означает, что они один народ. Ведь общие черты – это не исключительная особенность единства, а лишь доказательство культурных контактов. На всех уровнях – антропологическом, языковом и культурном – тезис о триедином народе оказывается обычной мистификацией. Различие между украинцами, белорусами и русскими существовало всегда. И даже если они имеют общие праславянские корни, эти корни не являются основанием для отрицания их современной национальной самостоятельности. Поэтому стоит помнить, что аргументы про общую культуру, единый язык и генетическое единство – это лишь дымовая завеса, за которой скрывается стремление к политическому доминированию. Почему выдумка о триедином народе так долго живет и как она продолжает влиять на политические процессы даже в 21 веке? Ведь, казалось бы, историческая правда и современные реалии давно должны были развеять этот миф как дым. Но нет, напротив, этот нарратив не просто остается живым, он играет ключевую роль в стратегии Кремля, превращаясь в настоящий идеологический фундамент для геополитических действий. Почему так? Что делает его таким удобным и одновременно опасным? Мифы не умирают, если они приносят пользу. В случае с концепцией триединства польза заключается в том, что этот миф оправдывает российские претензии на соседние земли, пытаясь убедить и россиян и мир в том, что российская экспансия – это не агрессия, а возвращение домой. Здесь кроется вся хитрость этого нарратива. Он позволяет агрессору скрывать свои действия под маской восстановления исторической справедливости. Каждый раз, когда Москва вмешивается в дела Украины или Белоруссии, она не признает это вмешательство как захватническую политику. Нет, это братская помощь тем, кто забыл о своих корнях. Давайте посмотрим, как этот нарратив использовался на протяжении последних десятилетий. После распада СССР Россия потеряла значительную часть своей территории, влияние и, что важно, имперской гордости. Для политических элит это было катастрофой. Ведь как объяснить русским, что Великая Империя исчезла, а части единого народа вдруг стали иностранцами? Именно тогда с новой силой активизируется старый миф о триединстве народов, которые начинают массово транслировать через школьные учебники, телевидение и публичные выступления политиков. Главная задача – убедить российское общество, что Украина и Беларусь – это не настоящие государства, а исторические ошибки, которые рано или поздно нужно исправить. Этот нарратив будто представляет легитимность любым действиям Кремля от экономического давления до открытой агрессии. Вспомним, как в 2014 году Россия аннексировала Крым. Какой аргумент использовался для оправдания этого нарушения международного права? Мы возвращаем свою историческую землю. И еще. Мы защищаем русскоязычных братьев от угрозы. Вся кремлевская риторика тогда строилась на тезисах триединства и общих корней. Так что любое действие России, даже если это вторжение с военной техникой, не рассматривалось как агрессия, а лишь как исправление исторической несправедливости. Подобным образом использовались и экономические рычаги влияния – энергетический шантаж, блокады и санкции, направленные на наказание Беларуси или Украины за их политику. Когда эти государства пытались дистанцироваться от России и выбрать собственный путь, Москва начинала применять политическое давление и угрожать ограничениям экспорта энергоресурсов. И тут снова появляется риторика братства, где Кремль изображал себя не агрессором, а обиженным старшим братом, который просто хочет вернуть младших на правильный путь. Миф о триединном народе позволяет России создавать опасные иллюзии не только для собственного населения, но и для международного сообщества. На международной арене Москва часто пытается представить свою агрессию как внутреннюю проблему одного народа, изображая конфликты как семейные распри. Так, в случае с Украиной российская дипломатия постоянно подчеркивает, что это внутренняя проблема, а не агрессия против независимого государства. Они пытаются навязать мировому сообществу тезис о том, что Украина это не настоящее государство, а часть великой России, которая временно сбилась с правильного пути. Такая риторика создает путаницу и сомнения даже в тех странах, которые выступают против агрессии. Ведь если это внутренняя проблема, то стоит ли вмешиваться? Это старая имперская тактика – объявлять чужие земли своей зоной влияния, чтобы получить карт-бланш на любые действия. Стоит также помнить, что миф о триединном народе работает не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю. Он мобилизирует российское общество, апеллируя к чувствам национальной гордости и исторической миссии. Это идеологический наркотик, который позволяет оправдывать любые действия Кремля. Если Украина и Беларусь – это просто временно заблудшие части единого народа, то любые потери и жертвы ради их возвращения – это не трагедия, а святая миссия. Поэтому, когда Путин и его окружение говорят о братьях, это не приглашение к диалогу. Это сигнал о том, что они готовы идти до конца, аж до полного восстановления единства, даже если для этого придется стереть с лица земли десятки городов. Миф о триединном народе – это больше, чем просто историческая манипуляция. Это инструмент для расширения влияния и оправдания агрессии. Он позволяет российской власти свободно манипулировать международным мнением, скрывать свои истинные намерения и представлять себя не агрессором, а защитником исторической правды. В такой системе координат агрессия становится благородной, а защита независимости – изменой братству. Вот почему миф о триединном народе настолько живуч. Он не просто обосновывает действия России. Он формирует саму сущность ее имперской политики. Поэтому пока этот миф остается живым, идея возвращения братьев домой никуда не исчезнет. И следующим шагом Кремля может стать не только защита единства, но и очередная попытка расширить свою братскую семью на новые территории. Когда говорят о триединном народе, одной из главных опор этой концепции является утверждение о том, что у украинцев, белорусов и русских общая история. Именно она якобы делает их неразделимыми частями одного большого целого, которое не имеет права на разделение. Но как только мы попытаемся разобраться, о какой именно истории идет речь, сразу появляется множество вопросов. Ведь под общей историей часто имеют в виду не реальные события, а совсем другой – тщательно отредактированный текст, где все выглядит так, как выгодно Кремлю. Национальные истории всегда являются частью идентичности народов. Для украинцев важные события включают борьбу за независимость, движение казачества, национальные возрождения и периоды государственности – от Киевского княжества и казацкого государства до ОНР и современной Украины. Для белорусов это Великое княжество литовское, литовско-русское государство, а также длительная борьба за собственную национальную идентичность, которая продолжалась на протяжении многих столетий. В российском же случае ключевые моменты истории всегда касались централизации власти и сбора земель вокруг Москвы. Так как же удалось из всех этих различных историй сложить единый удобный миф? Какие фокусы применяли российские идеологи, чтобы убедить и себя, и мир в том, что три народа являются частями одного исторического организма? Ответ прост. Они выбрали то, что подходит для картины единства, а все остальное просто исключили из рассказа. Одна из ключевых манипуляций заключается в том, что под общей историей в российской традиции понимается лишь определенный набор событий, которые удобно трактовать с позиций единства. Например, самый популярный тезис – это так называемая Киевская Русь, которую в российских учебниках объявляют первой общей державой всех трех народов. Но этот период воспринимается исключительно через призму русскости, без учета того, что до этого не существовало понятия русского народа как единой нации. Когда же Киевское княжество теряет ведущую роль, имперские историки пересказывают события так, будто следующая этапная роль принадлежит Москве, которая якобы унаследовала Киевскую Русь. Вспомним знаменитую фразу о том, что Москва – это Третий Рим. Ее придумали еще в XVI веке, но именно в XIX веке эта концепция приобрела новый оттенок. Она начала означать, что Москва не просто наследница Киева, но и единственная сила, способная объединить восточных славян. То есть вся история в один момент превратилась в сказку об исторической миссии Москвы, которая, как говорится, должна снова собрать разбросанные части единого народа. А все, кто не согласен с этой версией, становятся либо изменниками, либо жертвами западной пропаганды. Примечательно, что в российских учебниках история Украины и Беларуси подается как эпизодическая часть истории России. Вместо того, чтобы рассматривать историю Киева, Минска или Вильнюса как самостоятельные явления, их трактуют исключительно как периферийные регионы Великой Державы. Например, войны между Великой Литовско-Русской Державой и Московией подаются не как борьба двух отдельных политических образований, а как семейный конфликт. Ирония здесь в том, что настоящая политическая история этих земель на самом деле куда сложнее и интереснее. Но ее упрощают до примитивных схем, где Москва всегда выступает исторической столицей, а Киев и Минск лишь бунтарскими регионами. Этот подход имеет еще одну важную цель – лишить украинцев и беларусов самостоятельного исторического статуса. История их борьбы за собственную государственность замалчивается или изображается как изменничество или бессмысленный авантюризм. Например, тот факт, что на протяжении многих столетий украинцы боролись за право на свою государственность от казацкой эпохи до времен ОНР, часто даже не упоминается в российских учебниках. Вместо этого акцент делается на хитростях поляков или предательстве Мазепы, а все попытки создания независимой Украины изображаются как проект Запада. Если в 19 веке имперские историки еще пытались обосновать концепцию триединства хоть какими-то историческими аргументами, то в 20 веке к этому вопросу подошли еще радикальнее. Большевики, пришедшие к власти, не просто продолжили имперскую политику относительно единства трех народов, а подняли ее на новый уровень. Они создали концепцию советского народа, которая была новой редакцией той же идеи триединого народа, но уже без этнических ограничений. В учебниках СССР начали утверждать, что украинцы и белорусы – это отдельные народы, но с одной социалистической идентичностью, которая соединяет их с русскими. Таким образом, историю триединства просто перепаковали в идеологию единства советского народа. А когда советский проект потерпел крах, старый миф достали с пыльных полок. Современный Кремль продолжает ту же линию, которая провозглашает, что украинцы и белорусы – это не настоящие нации, а лишь временные явления, которые исчезнут, когда историческая правда возьмет свое. Поэтому, когда современные российские лидеры говорят об общей истории, стоит спросить, а знают ли они настоящую историю? Ведь то, что они продвигают – это лишь один из вариантов, составленный из выгодных для них кусочков, которые служат не для сохранения памяти, а для утверждения политического контроля. И это самая большая опасность этого мифа. Он не позволяет Украине и Белоруссии быть равноправными субъектами истории, а сводит их роль до младших братьев, которых Москва всегда стремится наставить на путь истины. Братский контроль. Как миф о триедином народе оправдывает политическое и экономическое доминирование? История – важный элемент имперской игры, но миф о триедином народе не ограничивается лишь оправданием прошлых событий. Он также является современным инструментом для политического и экономического доминирования над Украиной и Белоруссией. Поэтому, когда кремлевские идеологи говорят об историческом единстве, на самом деле они имеют в виду не только прошлое, но и современное стремление контролировать соседей любой ценой. Мол, раз мы один народ, то и судьбу свою должны решать вместе, разумеется, под четким руководством старшего брата. Но как именно этот миф превращается в реальный рычаг влияния? Одна из самых распространенных манипуляций, которую Кремль применяет к Украине и Беларуси, это аргумент о том, что эти страны не способны функционировать как самостоятельные государства. Вспомним лишь, как Путин любит говорить о том, что Украина – это «failed state», не настоящее государство, которое существует лишь благодаря внешнему управлению. А Беларусь без российской поддержки вообще исчезнет с политической карты. Основной посыл такого подхода заключается в том, что младшие братья не способны на самостоятельность, а значит, должны принять контроль и опеку старшего брата. Это подтверждается и политикой Москвы по отношению к своим братским соседям. Каждый раз, когда Украина или Беларусь пытались проводить независимую политику, Кремль отвечал жесткой реакцией, экономическим шантажом, политическими угрозами или даже прямой агрессией. Выход из-под влияния России всегда рассматривается не как нормальное право суверенного государства, а как предательство, которое должно быть наказано. Этот нарратив особенно подчеркивается в случае с Украиной, где каждая попытка интеграции с ЕС или НАТО встречалась с проклятиями о предателях, фашистах и марионетках Запада. Экономические рычаги влияния – еще один инструмент, с помощью которого миф о триедином народе превращается в реальный механизм контроля. В течение десятилетий Кремль систематически выстраивал экономические отношения с Украиной и Беларусью так, чтобы эти страны зависели от российских ресурсов, технологий и рынков. Все соглашения и братские договоренности всегда сопровождались обещаниями дружественной поддержки и общих экономических интересов. А на практике это означало, что каждый энергетический кризис или экономический спад превращались в очередной повод воспитывать непокорных. Возьмем, например, Беларусь, которая почти полностью зависит от российских энергоресурсов. Пока Минск соглашается с требованиями Кремля, поставки газа и нефти остаются стабильными, а цены приемлемыми. Но как только Лукашенко пытался проявить независимость, Москва сразу же напоминала ему все братские долги и начинала повышать цены или ограничивать поставки. Вот так общие экономические интересы становятся способом удержания страны в политическом подчинении. Схожая ситуация и с Украиной. После революции достоинства и резкого поворота на Запад, Москва начала использовать газовые соглашения как инструмент давления, а когда Киев не поддался, развернула открытую агрессию. Получается, когда Украина платит более высокую цену за газ, чем Германия, это братство. А когда пытается самостоятельно заключать соглашение, это предательство. Еще один способ, как миф о триединном народе превращается в реальное оружие – это военное доминирование. Официальная ритолика всегда подчеркивает, что военное присутствие России в Беларуси или помощь народным республикам на Донбассе – это лишь братская защита. На самом деле, это прямой контроль над стратегически важными территориями, замаскированный под заботу. Вспомним, как Кремль мотивировал свое вмешательство в Крым. Одним из первых аргументов, появившихся на российском телевидении, было утверждение о защите русскоязычных граждан. Этот посыл мгновенно трансформировался в идею о восстановлении исторического единства, а затем в прямую аннексию. Подобная схема была использована и на Донбассе, где защита русскоязычных оправдала создание марионеточных республик, которые сегодня являются инструментом постоянного давления на Киев. Беларусь в этом контексте – особый пример. После 2020 года, когда внутренние протесты поставили под сомнение легитимность режима Лукашенко, Россия начала активнее продвигать идею защиты стабильности, что фактически означает легализацию российских военных баз на белорусской территории. И снова этот шаг подается как углубление братского сотрудничества в сфере безопасности. Соответственно, военный контроль над Белоруссией – это не захватническая политика, а братский долг. А любые попытки Минска дистанцироваться рассматриваются как предательство общей безопасности. И, наконец, миф о триединном народе служил основой для создания новых политических образований, которые были призваны удержать Украину и Беларусь в общем пространстве, начиная от союзного государства России и Беларуси и заканчивая Евразийским экономическим союзом, все эти структуры позиционируются как альтернативы ЕС для братских народов. Но стоит внимательнее взглянуть на механизмы их работы, чтобы увидеть – они созданы не для равноправного сосуществования, а для подчинения. И пока Минск или Астана пытаются вести собственную политику, Москва использует экономическое и политическое давление, чтобы снова подтолкнуть их к более тесной интеграции. Миф о триединном народе выполняет конкретные политические функции. Это удобная ширма, за которой скрываются реальные механизмы контроля. Он оправдывает экономический шантаж, военные интервенции и политические ловушки, создавая иллюзию братства, где на самом деле существует лишь одностороннее подчинение. Поэтому, когда Россия снова говорит о братском единстве, важно помнить, что в ее словаре «брат» – это не равноправный союзник, а подчиненный, который всегда должен подчиняться старшему. Миф о триединном народе существует уже более двух столетий, адаптируясь к политическим изменениям и трансформируясь вместе с режимами, которые его использовали – от царской империи до советской диктатуры и современной России. Однако сегодня перед нами встает вопрос – может ли этот миф быть окончательно разрушен? И если да, то что это будет означать для Украины и Белоруссии, которые на протяжении столетий были мишенями российского имперского контроля? Ведь судьба этого мифа – это не просто академическая проблема. От него зависит реальная безопасность, независимость и будущее миллионов людей. Главная причина живучести этого мифа – его способность проникать в сознание как истина. Многие россияне искренне верят в общие корни и историческое единство. «В принципе, корни одни». «Конечно». «У нас очень много родственных связей». Потому что с детства их воспитывают на идее о великом русском народе, который всегда был единым, независимо от политических границ. Отсюда и возникает такое сильное неприятие независимости Украины или Белоруссии. Это воспринимается не как нормальный исторический процесс, а как личное оскорбление, предательство или даже захват врагами Запада. «Как печенки раздавать на Украине, значит, у них ума охватило. Неизвестно тоже эти печенья. Чем напичкали?» «Эти апельсинки наколотые». Пока общество продолжает верить в эту концепцию, оно будет служить основой для легитимизации любых агрессивных действий Кремля. Но дело не только в том, что миф выгоден и удобен. Он дает оправдание прошлым захватам и формирует чувство величия. Поэтому его сложно разрушить простыми фактами. Он держится на эмоциональной основе – гордости, реваншизме и исторических амбициях. Чтобы он исчез, нужно больше, чем просто научная критика. Нужно найти способ заменить этот ложный нарратив правдой, которую сложно опровергнуть даже тем, кто воспитан на имперских байках. Для Украины миф о триединном народе уже давно не имеет никакой легитимности. Война, оккупация, массовые преступления против гражданского населения – все это уничтожило даже остатки иллюзий о возможном единстве с Россией. Сегодня этот миф ассоциируется только с агрессией, колониальным угнетением и попытками уничтожить украинскую национальную идентичность. Даже те украинцы, кто когда-то рассматривал вариант культурного или исторического братства, теперь не хотят иметь с Россией ничего общего ни сейчас, ни через сто лет. Разрушение мифа – это не просто отстаивание исторической справедливости. Это залог выживания. Для украинцев и белорусов демонтаж этого мифа открывает возможность не просто выйти из-под влияния России, а окончательно вырваться из ловушки имперского прошлого. Этот миф всегда был удобным инструментом, парализующим развитие национальных идентичностей и превращающим Украину и Беларусь в серые зоны, которые Москва могла присвоить при первом же удобном случае. Итак, как именно можно разрушить этот миф? Во-первых, нужна качественная историческая просветительская работа, направленная не только на популяризацию правдивой истории, но и на создание новых культурных символов. Для Украины этот процесс уже идет. Независимая украинская культура активно отмежевывается от имперского наследия и создает собственные нарративы, подчеркивая уникальность украинского пути и его корни в европейской культуре. Для Беларуси процесс еще сложнее. Однако исторические реалии на стороне белорусского народа. Общая история с Литвой, Польшей и Западной Европой, которая долгое время была подавлена российскими нарративами, хотя и понемногу, но все же начинает возрождаться. Возвращение к собственной идентичности – это и есть путь к настоящему освобождению от имперских иллюзий. Разрушение мифа о триедином народе – это больше, чем просто историческая справедливость. Это акт освобождения. Для украинцев и белорусов это символ окончательного разрыва с имперским прошлым и конец веков колониальной зависимости. Для России это потеря последней нити, за которую Кремль еще может дергать, пытаясь удержать соседей в своей орбите. Ведь пока существует миф о едином народе, существуют и претензии на чужие территории, попытки диктовать условия и навязывать свою волю соседям. Но для украинцев этот миф уже умер. Никто больше не верит в братство, которое приходит с танками, ракетами и пыточными камерами. Вместо этого мы видим новую Украину. Свободную, сильную, с непоколебимой национальной идентичностью, которая строит свое будущее без оглядки на старшего брата. И этот новый путь не предусматривает никаких родственных связей с Россией. Поэтому будущее мифа о триедином народе – это не вопрос компромисса или сотрудничества. Это вопрос его полного и окончательного забвения, вместе со всеми другими имперскими баснями об общей судьбе. Миф о триедином народе уже рассыпается на глазах. И мы – свидетели этого исторического момента. Каждая новая победа Украины на фронте, Каждый день, когда Киев продолжает стоять, это удар по имперской идее, который пытается скрыться за старыми мифами. Это новая эра, где нет места для мифов о единстве, поэтому финал этой истории уже близок. Миф, который родился в имперских кабинетах 19 века, должен быть окончательно похоронен в веке 21. А вместе с ним и все иллюзии о возможности воссоединения. Теперь только ров с крокодилами. И этот разрыв должен оставаться глубоким и непреодолимым на поколение вперед. Пользуйтесь функцией Ютуба-спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok